Привет! Поговорим о том, как проходит урок. Есть люди, которые уже посещали частных репетиторов по вокалу и могут себе представить, как это всё проходит, но также есть те люди, которые ни разу не были на уроке или кто ходил в музыкальную школу и поэтому имеют представление только об уроках, как там. Так вот, урок проходит в студии оборудованной, то есть в моём случае это не на дому, а в офисе, который мы арендуем для занятий. Мы имеем помещение, имеем синтезаторы, компьютеры с интернетом подключённым, микрофоны, специальный экран для вывода текста. Если вы поёте песню, чтобы удобно было смотреть, есть и подставки для текстов, есть и другие всякие приспособления, и пульты, естественно, и возможность для звукозаписи, то есть можно будет записывать песню, также возможность посмотреть, как обрабатывается вокал. Специальные программы установлены и по работе с вокалом, и по работе с минусовками, то есть мы можем им подогнать минусовку под вокалиста, изменить тональность, изменить структуру, то есть по желанию можно всё это сделать. Также у нас есть возможность и попить чай или кофе, есть где подождать и прочие удобства, которые необходимы. То есть это помещение на этаже бизнес-центра, то есть это не подвал, в принципе всё комфортно, недалеко от метро. Теперь по процессу обучения. Мы ориентируемся на то, чтобы прежде всего дать базу ученику, то есть научить его правильно дышать, пользоваться своим вокальным аппаратом, изучить его строение, понимать, где и что он может почувствовать, потому что чаще всего начинающие вокалисты могут не понимать, где что нужно ощущать. И только потом до них доходит, что оказывается они чувствуют, где нагрузка, чувствуют, где зажим. То есть это происходит только в процессе, потому что в обычной жизни, как мы не обращаем внимания на то, как мы по улице ходим или как мы разговариваем, также мы можем не обращать внимания на то, какие мышцы задействованы в процессе пения и прочие ощущения, связанные с этим процессом. То есть, естественно, в начале занятия всегда даются дыхательные упражнения и некоторые упражнения по артикуляции, по снятию мышечных зажимов. Это происходит индивидуально, потому что есть люди, кому, например, нельзя шевелить челюстью активно, например, челюсть в тонусе или были какие-то проблемы, и тогда мы не вмешиваемся в это и решаем все через упражнения, которые не задействуют эти мышцы так активно. Если никаких противопоказаний нет, то есть артикуляционная гимнастика для лица, чтобы расслабить его, и при пении, чтобы мимика была свободная, так как это очень помогает расширять диапазон. Если есть какие-то нюансы в дикции, то мы делаем специальные речевые упражнения, читаем различные слоги, скороговорки, учебные тексты тренировочные, для того, чтобы вы говорили четче, и в процессе пения или в момент песни все бы слышно было хорошо. И также есть такой момент, что если дикция нечеткая, то в момент пения каких-то нот она может потеряться, и слова произносятся нечленораздельно, и ноты от этого тоже страдают, потому что какая-то заминка, и тут же голос может съехать с ноты. Либо наоборот, бывает такой нюанс, когда дикция чрезмерно четкая, из-за этого песня может слушаться как-то грубовато слишком, и вот тогда мы расслабляем. Но это уже другая тема, скорее всего чаще встречаются люди, у кого дикция нечеткая, и тогда мы работаем над тем, чтобы разработать речевой аппарат. Но это индивидуально, опять же, если все более-менее нормально, то мы просто делаем дыхательные упражнения, а потом выполняем комплекс распевок, и вот он как раз тоже подбирается индивидуально, потому что кто-то хочет развить высокие ноты, а кто-то низкие. У кого-то, в принципе, диапазон еще маленький, и нужно постепенно развивать его и вверх, и вниз. Бывает, когда запрос может не соответствовать возможностям, то есть человек хочет развить высокие ноты, но если не работать и над низкими, то в целом картина не изменится, то есть зажимы останутся, вокальная позиция не будет держаться. Поэтому мы все равно работаем по всему диапазону, но если позволяют возможности, то тогда мы работаем именно с тем запросом ученика, который он поставил. То есть если, в принципе, по диапазону он распевается нормально, но есть какой-то предел в верхних нотах, то мы стараемся их развивать отдельно, не только в общих распевках, но и вводим дополнительные упражнения. С низкими нотами, конечно, сложнее, потому что, например, женскому голосу трудно исполнить песни мужские на низких нотах. И либо мы транспонируем тональность, чтобы звучало повыше, либо иногда удается натренировать голос, чтобы он на низких нотах звучал, но это, опять же, индивидуально, потому что кому-то легко распеть вниз диапазон, а у кого-то это не очень получается, потому что низы зависят от длины связок. Если связки короткие, то тогда и голос более высокий, и вниз растянуть его сложнее. Но, опять же, всегда есть какие-то способы это проверить и исправить, насколько это возможно. После распевок мы поем песни. Если вдруг, кстати, страдает интонирование, если вы не попадаете в ноты, то мы берем упражнение из сальфеджио или по Владимиру Кирюшину по этой системе и тренируемся. Существуют еще различные приложения, но, как показывает практика, все равно без упражнений из сальфеджио или Кирюшина трудно разработать попадание в ноты настолько хорошо, насколько это получается с ними. И, естественно, разбор песен по нотам, разучивание по нотам мелодий тоже помогает, потому что тогда вы слышите все не так, как в первый раз. Вот когда человек еще не думает о том, что есть там какие-то ноты и попадает он в них или нет, то песня воспринимается определенным образом. И чаще всего на эмоциях, настроение какое-то создает. Вот когда вы начинаете анализировать свой голос, как получается у вас петь эту песню, анализируете эту песню, из чего она состоит, то и восприятие меняется. И после такой проработки, особенно когда на это тратится 2-3 занятия, вы уже слушаете песню по-другому. И это помогает и себя контролировать во время ее исполнения, и знать свои сильные и слабые места в ней, ну и естественно научиться над ними работать. Если более-менее человек попадает в ноты и других проблем тоже явных нет, то мы можем тренировать конкретно песни, готовить репертуар для выступлений на концертах, конкурсах или, например, для участия в какой-то музыкальной группе или для походов в караоке. Если же проблема присутствует, то мы можем работать над какими-то конкретными песнями более долго. И это зависит от возможности человека. С кем-то это может быть одна песня, с кем-то две-три, с кем-то около пяти песен. Просто на каждом уроке берем разные. Две на одном уроке, две на другом. Потому что, почему я за такой вариант, чтобы песня была не одна, когда человек начинающий, ему нужно попробовать себя и попробовать свой голос в разных песнях. Потому что, если на одной вы можете не ощутить себя, не понять, как правильно, даже если песня простая, но можете не разобраться, то, может, на какой-то песне что-то у вас щелкнет и получится хорошо, то есть вы ее почувствуете лучше. И поэтому мы экспериментируем и подбираем песни постепенно, иногда их меняем, может, какую-то надо убрать, если она не подходит, не получилось, подбираем другую, пока не получится так, что вы сможете ее более-менее хорошо исполнять, постепенно корректируя какие-то небольшие ошибки, небольшие нюансы. И дальше уже по желанию. Вы можете просто развиваться для того, чтобы ходить в караоке, исполнять разный репертуар. Вы можете, если не попадали в ноты, поставить себе цель, научиться все-таки в них попадать, чтобы в итоге получалось и петь песни, и записывать. Если же это какие-то конкурсы, там уже немножко другая история. Нужно и найти, какие именно конкурсы, и готовить номера с учетом других моментов, как образ, артистизм на сцене и так далее. Но, опять же, большинство желающих научиться петь, приходят петь для души, и они не ставят себе целью пойти в группу или в караоке, или на конкурс. Поэтому, если кто-то посмотрит это видео, то знайте, что мы это все понимаем и знаем, и тоже мы никого специально не зазываем выступать или участвовать в конкурсах. То есть у нас много учеников, которые поют для себя. И тут главное, чтобы нравилось. То есть не только, чтобы песня развивала, и вы попадали бы в ноты, но чтобы вам приятно было ее исполнять, чтобы вам было интересно. Потому что, если затягивать процесс и петь полгода одну и ту же песню, и она уже вам надоест, даже если нравилось, то тогда смысл заниматься, когда это уже неинтересно. Поэтому, если вдруг вы почувствовали, что вы поете какие-то песни, и энтузиазм пропадает, попробуйте посмотреть какие-то другие, именно поэтому я, когда работаю с учениками, меняю упражнения, подбираю разные упражнения на тренировку. Может быть, эти упражнения работают и на одни и те же цели, но благодаря тому, что они разные, или разные мелодии распевок, разные дыхательные упражнения, человек чувствует динамику, ему интересно и не скучно заниматься. И поэтому и мне тоже не скучно заниматься с учениками, когда есть столько разных замечательных техник, которые можно использовать для обучения. Дальше по поводу выбора песен. Песни выбирают абсолютно разные. Кто-то любит советский репертуар или российскую эстраду, кто-то любит современные зарубежные хиты, кто-то любит классический рок, а кто-то русский рок. Поэтому тут не угадаешь, и трудно выделить какие-то категории, что люди поют только вот это на уроках. Каждый следующий ученик может сказать совершенно разные. Песни назвать, то есть и вкусы все отличаются. Есть, конечно, какие-то общие, то есть я могу сказать, какие песни очень популярны. Например, Imagine Dragon, Radioactive. Очень много людей выбирало. Adele, Rolling in the Deep. Гагарину. Много кто выбирал и Кукушку, и драмы больше нет. Это, к примеру, того, что может быть популярно. Раньше часто выбирали Уитни Хьюстон, I will always love you, и не только. Сейчас я встречаю реже тех, кто выбирает этот репертуар, но недавно учили The Greatest Love Уитни Хьюстон с ученицей. Так что выбор может быть любой. Самое главное – это подобрать тональность, потому что если песня широкая по диапазону, для начинающих это может быть проблемой, потому что внизу будет слишком низко, а вверху слишком высоко. И если не удастся подобрать тональность, а изменение мелодии, перенесение низких нот на более высокие, это может быть для новичка непонятно, а может и не очень подойти для песни, то есть она не будет звучать по-прежнему интересно. Лучше тогда выбирать более простые варианты для начала. Например, если Кукушка в исполнении Гагарина не получается, лучше взять оригинальную версию Виктора Цоя, и для мужчин и для женщин, только для женщин на октаву выше, эта мелодия будет гораздо легче для разучивания, и они смогут петь любимую песню в более комфортном варианте. И современные песни настолько разные, что там не только может быть сложность по диапазону, но может быть сложности по ритму, потому что очень много слов, много разных битов, надо во все это еще попадать. Поэтому для некоторых желающих мы работаем с ритмикой и специально используем упражнения для того, чтобы попадать в ритм, изучаем ритмические рисунки, доли, синкопы. Вот это, наверное, сложный момент. Бывает, человек интуитивно уже понимает, как это делать, как попадать, а бывает, что путается. И тогда нужно каждую строчку простукивать, каждую песню прохлопывать, разбирать, что именно не получается, чтобы постепенно выработать чувство ритма. Кстати, для тех, кто занимался танцами или чем-то подобным, есть такая ритмико-танцевальная в детстве, для таких людей меньше проблем попадать в ритм, чем для тех, кто этим не занимался. Также, возможно, те, кто пел когда-то в хоре или занимался в музыкальной школе, им легче попадать в ноты, чем тем, кто этим не занимался, но существуют и исключения с обеих сторон, так что главное не бояться попробовать себя. Поэтому самое главное для вашего настроя, это знайте, что если вы идете к преподавателю, то в основном люди будут настроены дружелюбно, и даже если у вас есть какие-то ошибки или вы не знаете ничего о своем голосе, то вы сможете получить эту информацию и попробовать себя и постепенно влиться в музыку и научиться петь, и сможете сами отслеживать прогресс. Мы, кстати, можем даже с помощью звукозаписи показать вам, как вы попадаете в ноты или нет. Есть такие специальные программы, и так и можно отслеживать. Потому что бывает даже человек поет хорошо и попадает в ноты, но ему кажется, что все время что-то не так. Это такая паранойя, что вроде нормально спел, ой, я там не попал, там не попал. И вот чтобы убедиться, что все было так, на программе можно показать. И, конечно, бывает и наоборот. Человек много где не попал, но ему кажется, что все нормально. Конечно, этот случай сложнее, потому что многие расстраиваются, если видят, что не попали. Но, с другой стороны, если не увидеть, что на самом деле происходит, то как же потом исправить? Поэтому хорошо научиться осознавать свои ошибки, и тогда легче будет над ними работать. Также мы работаем с громкостью пения, то есть как петь тихо, как петь громко, и в каком случае это перекрикивание и вредно, а в каком случае громкое пение, например, как в белтинге, если вы его используете, что это нормально, и нужно не бояться петь громко в этом случае, при правильной технике. Или, например, петь тихо субтоном, красиво с придыханием – это хорошо, но если вы все поете тихо и вас не слышно, значит, это недостаточно опоры дыхания или атаки. Об этом, обо всем тоже мы беседуем, анализируем. Поэтому не бойтесь, записывайтесь на уроки или в Москве в студии, или онлайн по скайпу, и давайте двигаться к целям, к вашим мечтам, а также главное, чтобы настрой на все это был позитивный. Желаю вам удачи, все вопросы пишите в комментариях или сообщения по номеру, которые я укажу в описании. Субтитры создавал DimaTorzok